Городской репортаж В общественно-политическом центре прошло первое организационное собрание городской общественной палаты. Слово для его открытия было предоставлено председателю городского совета ветеранов Александру Чентареву. Сегодня поручено мне открыть работу первое организационное собрание городской общественной палаты. Я эту миссию должен сегодня выполнить. В президиуме находились глава города железнодорожного Евгений Иванович Жирков, депутат Совета депутатов Светлана Федоровна Крюкова. На мероприятии также присутствовали 21 член общественной палаты и представители средств массовой информации, заместители главы железнодорожного и депутаты Совета депутатов города. Первым вопросом повестки дня был вопрос об избрании председателя общественной палаты. Также в повестку дня организационного заседания вошли вопросы о назначении заместителя и секретаря, а также утверждение регламента работы и кодекса этики члена общественной палаты. Повестка дня и регламент работы собраний были приняты и слово для приветствия предоставлено главе городского округа Евгению Жиркову. Я хочу всех поприветствовать в первую очередь вновь избранных общественников, которым предстоит достаточно серьезная, огромная работа. Те люди, которые сегодня войдут в общественную палату, они будут активно отстаивать интересы наших граждан и нашего города. На уровне общественной палаты Московской области. Успехов вам! Заместитель председателя Совета депутатов Светлана Федоровна Крюкова выразила уверенность, что, цитирую, «Общественная палата станет ключевой площадкой для широкого диалога между всеми слоями общества и будет способствовать сотрудничеству, а также станет гарантом стабильности развития железнодорожного». Конец статы. На пост председателя палаты Александром Ивановичем Чантыревым был предложен Сергей Николаевич Чебан. За его кандидатуру проголосовали единогласно. Надеюсь, своими делами не подведу. Заместителем председателя была избрана Юлия Владимировна Букатова. Ее кандидатура утверждена решением Совета депутатов из общего числа кандидатов. Юлия Владимировна имеет опыт работы. В предыдущем составе общественной палаты входила в президиум. В настоящий момент работает в образовательном учреждении Дворец детского творчества. Я думаю, что с теми задачами, которые стоят перед заместителем председателя, она успешно справится. На должность секретаря палаты предложена Елена Владимировна Романова. Елена Владимировна с 1982 года работает на предприятиях нашего города. В настоящее время работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В одном из наших предприятий – Центр жилосервис. Достаточно успешно. Также на собрании был принят регламент работы органа и кодекс этики члена общественной палаты. Вновь избранный председатель в своем выступлении отметил, что в состав палаты не вошли представители органов местного самоуправления и органов государственной власти, а также политических партий. И что палата сформирована из членов общественных объединений и организаций. Городской репортаж Субтитры создавал DimaTorzok